Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2089. «Сегодня строят монастыри, и в них подвязается какой-то народ. Кто их туда зовет, или откуда они берутся и зачем? Они много ходят по магазинам и все что-то выпрашивают». Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. На этом пострижении буквально свихнулось все. Так монахи сумели убедить народ, что только в выночестве они могут заслужить достойное место, что Бог учтет их страдания немытые, их желудок пустой, их недосыпание и покинутость. Эти стригольники властвуют над обманутыми ими, одетыми в черных одежды и склоняющимися в базарные толщие, городов, лжемонахами и попрошайками. Они не могут сказать искренне с апостолом Павлом. Вся их деятельность противоречит его словам. Второе послание к Колинфянам, 1 глава, 24 стих. «Не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы с поспешистовым радости вашей, ибо верою вы тверды». А это все от неверия Богу происходит. Вот эти стригали и стригут сегодня и выталкивают постригаемых на улицу, забирая их квартиры. Стефан Новый. 28 ноября, кавычки, открываются. К нему-то и привели родители Стефана своего, шестнадцатилетнего сына, и, вручив отрока святому старцу, умоляли его облечь их сына в ангельский образ и научить служению Богу. Взглянув на Стефана и прозорливыми очами провиди в нем благодать Божию, старец сказал. «Воистину Дух Божий почивает на всем отроке, и он с любовью принял блаженного отрока, постриг его выноческий чин и стал наставлять его в подвигах безмолвного жительства». Троеточие. «Тем временем умер отец преподобного Стефана. Узнав о всем преподобный, взяв благословение, у своего отца духовного отправился в Византию и там почтил подобающим погребением плотского родителя своего. Затем он продал все оставшееся после него имение и деньги, роздал нищим. Устроив эти дела, он взял с собой мать свою и одну из сестер. Другая сестра святого уже пострилилась выночество в одном из византийских девичьих монастырей и поместил их в женском монастыре». Троеточие. «В этом монастыре святой Стефан и постриг выночество мать и сестру свою. Сам же возвратился к преподобному наставнику». Кавычки закрыты. Тверской князь Борис Александрович около 1461 года приписал к Калязину монастырю. Княгиня Феодосия Ивановна, дочь князя Ивана Борисовича, пожертвовала село Васильевское с деревнями Селищем и Спировым. «Князь Александр Романович – село Константиновское с семью деревнями. Было много и других вкладов пустошами и населенными землями». Троеточие. «Он поступал по евангельскому слову «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а прочее все приложится вам». В такой жизни преподобный достиг «глубокой старости». Кавычки закрываются.